Приветствую вас на невероятно уютном, интересном и иногда весёлом канале Видеоконтент Эйч. Как многие знают, Джеймс Ганн стал новым куратором DC и теперь по-настоящему решил менять иерархию. Он уже рассказал про будущие планы, кратко узнать вы сможете в этом шортсе, а подробнее об этом поговорим на следующей неделе в моём подкасте Вечерний Видеоконтент Эйч. И также недавно вышел трейлер фильма Флэш, который перезапустит всю эту вселенную, и на этой почве давеча я лежал, не мог уснуть и думал о чём-то скучном, чтобы уснуть, и почему-то это оказалось нынешней вселенной DC. И тут в голову мне пришла идея, как можно было спасти вселенную, что можно было сделать так, чтобы DCU осталась жива и по-настоящему тягалась с Марвел. И проснувшись, я начал развивать эту идею и придумал так называемую первую главу киновселенной DC. Перед началом своего рассказа хочу предупредить, что это всё является выдумкой моего мозга, я не преследую цели кого-то задеть и прочее. Рассказанная история следует своему таймлайну и временными отрывками могут не совпадать. Также здесь будут происходить события, которые не происходили в оригинальных фильмах. Это просто выдуманная фанатом кинокомиксов история. История идеальной киновселенной DC. Присаживайтесь поудобнее, подносите, иду поближе. Я начинаю свой рассказ про первую главу киновселенной DC. Как вы знаете, всё началось с трилогии Тёмного Рыцаря от Кристофера Нолана. После долгих лет службы Готэму, Бэтмен, прошедший тяжёлый путь от различных травм и психопатов, пытающихся уничтожить его любимый город, до спасения Готэма от ядерного взрыва. И после этого он наконец-то может отложить свой костюм в шкаф и отдохнуть. Оставив наследника городу в лице молодого, не совсем опытного, но верующего в справедливость детектива Блейка. Теперь он, Робин, следит за городом. Дальше мы переносимся уже в расширенную вселенную DC, фильм «Человек из стали», где нас знакомят с персонажем Кларка Кентом, который на самом деле криптонец, прибывший с другой планеты. В этом фильме нам раскрывает тяжесть бремени Кларка Кента. Он боится того, что он отличается от остальных, он имеет невероятные силы, с которыми не знает, что делать. Его родители против того, чтобы он всем демонстрировал свои возможности. Он бы и хотел помогать другим, но боится, что это может привести к страшным последствиям, как для него, так и для его семьи. Поэтому Кларк выбирает профессию журналиста. Он работает в Daily Planet, чтобы хотя бы так бороться с несправедливостью в Метрополисе. Именно в Daily Planet он и знакомится с Лоис Леен, и там начинают раскрываться их чувства друг к другу. И мы больше узнаем про Кларка Кента, как обычного человека. Он бы так и продолжал жить, скрывая свои силы, встречаться с Лоис, но всё это резко меняется после смерти отца Кларка. Он понимает, что зачем ему эти силы, если он не может спасти близких себе людей. Кларк видит, как люди боятся, страдают, чувствуют себя слабыми, когда над ними нависают огромные проблемы. И Кларк решает быть надеждой для этого мира, раскрыться ему. И не важно, как общество отнесётся к его силам, он должен сделать всё возможное, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Ведь сам он уже устал бояться. Он узнаёт про крепость одиночества и летит туда. По прибытию Голограмма отца рассказывает про прошлое Кларка, про его бывший дом, которого теперь нет. И после этого Супермен только укрепляет своё желание помочь Земле не столкнуться с тем, что пережил Криптон. И в момент принятия себя над Метрополисом нависает угроза. Прибывает генерал Зод. Он обнаружил Калелла благодаря тому, что тот активировал криптонские технологии в своей крепости. Он хочет завербовать Криптонца, уничтожить Землю и построить на его месте новый Криптон. Начинается затяжная битва между военными и Зодом, в которой и вторые одерживают явные преимущества, но здесь появляется Супермен. Зод пытается убедить его в том, что нужно вернуть Криптон, возродить то, что было раньше. Естественно, Супермен отказывается. Начинается масштабная финальная битва между Зодом и Суперменом, в которой второй одерживает победу, убивая Зода, а с ним и надежду на восстановление Криптона. После победы Супермен встречается с военными, которые ждут от него ответа, но Кларк согласен говорить только при условии нахождения там Лоис Лейн. Мы переносимся на сцену допроса Кларка, где он говорит про все свои силы, а также предупреждает, что он будет делать все, чтобы помочь обычным людям, даже если военные будут против. Фильм заканчивается сцена свидания Кларка и Лоис. Они гуляют по парку, и Лоис спрашивает, где он пропадал. А Кларк, не зная, что ответить, начинает нести ерунду, но Лоис его перебивает и спрашивает, не, мало ли ему костюм. На удивленный взгляд Кларка, Лоис говорит, что не зря же она лучший журналист с Дэйли Плэнет. Герои смеются, а камера отдаляется, и мы видим, как человек читает газету с заголовком «Бэтмен вернулся в Готэм». «Человек из стали» станет фильмом, который глубоко и детально покажет нам жизнь обычного человека Кларка Кента, которым он и пытается быть. И, как кажется ему, у него все для этого есть. Работа, любимая девушка, семья. Но от себя не убежишь. Это сложный путь становления героя. Ему страшно за близких, за себя, ведь кто знает, какая беда может настигнуть. Но здесь Кларк перестает бороться с собой и принимает свою силу. Он решает бороться с грядущим будущим таким, какой он есть. Спустя какое-то время, герой возвращается в фильме «Бэтмен против Супермена». В нем первый раз покажут Лекса Лютера. После событий человека из стали, он начинает сходить с ума от идеи о создании могущественного существа, который только ему будет подконтролен. Все это время он узнавал то, как можно воссоздать Криптонца. И он был близок к разгадке, но ему не хватало одного элемента. Кровь настоящего Криптонца. Нас перемещают в Готэм, где показывают Бэтмена в исполнении Бена Аффлека. Мы видим, как он спасает людей, удерживающихся в плену. Параллельно мы видим полицейских, которые прибыли в это же место. Они уже знают, что там находится Бэтмен, но между собой они называют его палачом Готэма. Они врываются в это помещение, но не для того, чтобы помочь пленным, а пытаются поймать Бэтмена. Но у него получается сбежать. Затем мы видим, как он сидит в Бэтпещере, где смотрит выпуск новостей, где журналистка спрашивает, готэмский палач, герой или злодей, на что герой отвечает, что он никакой не герой. Этот же выпуск смотрит Кларк Кент. Из выпуска новостей он узнает, что из-за клейма Бэтмена, который он ставит преступником, в готэмской тюрьме их убивают. Из-за этого полиция считает, что в тюрьме у него есть сообщники, которых не получается вычислить. Кларка задевает эту тему, и он начинает копать под него, проводить свое журналистское расследование. Вновь возвращаемся в Готэм, где в пещере Бэтмен тоже проводит свое расследование. Он рассматривает какие-то документы, записи с камер битвы Супермена и Зода. Тут раздается Бэтсигнал, и наш герой уходит. Подходя к Бэтсигналу, он видит конверт, раскрывает его и видит записку с надписью. Думаю, это тебе поможет при встрече с нашим общим другом. И он находит в конверте кусок криптонита. Переключаемся на новый выпуск новостей, в котором сообщают, что вчерашние оклеменные преступники из Готэма сегодня были найдены мертвыми в тюрьме. Мы видим Кларка, находящегося в компании Лоис, и он начинает спрашивать, что она знает о происходящем в Готэме. И Лоис ему рассказывает, что Бэтмена долго не было. И вдруг он неожиданно вернулся, но после смерти его напарника Робина, а труп какого-то клоуна-психопата, Бэтмен начал клеймить преступников, а затем их начали убивать в тюрьме. И она приходит к выводу, что эта потеря сильно пошатнула психику некогда героя Готэма. Кларк Кент решает разобраться с ним и отправляется в Готэм, где встречается с Бэтмена в порту во время его очередной охоты, где между ними происходит диалог, в котором Кларк интересуется, что же стало символом города, зачем он стал убивать и требует оставить жителей Готэма в покое и передать все дела полиции. На что Бэтмен отвечает, что он здесь помогает людям. Он тот, кто вселяет ужас преступников, он борец за справедливость, а Супермен бомба замедленного действия, человек безграничных сил, который при желании может уничтожить город за считанные минуты. Как это было на примере Метрополиса, половину которого тот разрушил в драке с Зодом. И он сделает все, чтобы остановить безумцев, которые в один момент могут разрушить и убить все живое. Он знает, каково это иметь такие силы и как тяжело не сойти с ума. Супермен отмечает странный момент, что он не может узнать Бэтмена под маской. Мол, он много читал, кто скрывается под ней, доходило до абсурда, предполагали, что там прячется миллиардер Брюс Уэй, но того, кто стоит перед ним, он никогда не видел. И Кларк спрашивает, точно ли он тот самый безумец, про которого говорит Бэтмен. На что получает ответ, что он не убийца, он просто останавливает угрозы и что Супермен одна из них. И тут эмблема Бэтмена начинает гореть зеленым, и летучая мышь направляется к Супермену, на что тот только усмехнулся и поводался нанести удар, но его с легкостью блокирует Бэтмен. И начинается битва, по итогу которой окровавленный Кларк лежит на земле, и ботинок темного рыцаря давит ему на горло. Из последних сил Кларк выдавливает. Бэтмен, прошу, Лоис, моя мама, они не могут потерять меня, прошу, не убивай меня. После этих слов ошарашенный Бэтмен отпускает ногу. Постояв несколько мгновений над окровавленным, беспомощным Суперменом, он разворачивается и уходит. И напоследок говорит, я не Бэтмен, и уж точно не Готэмский палач. Супермен собирается силами и улетает в крепость одиночества, чтобы восстановиться, и нам показывают Бэтпещеру, где наш Бэтмен общается с кем-то по телефону, и голос из трубки интересуется, почему же он не остановил Супермена, на что мы слышим ответ. Что после фразы про семью Бэтмен увидел в нем человека, сына, и не смог нанести удар. Также он упоминает, что он думает про то, что будто кто-то играет с ним в игру. В какой-то момент слишком много СМИ начали говорить про него и Супермена. Эти смерти в тюрьме, и самое главное, кто-то отправил ему криптонит. После этих слов, голос из телефона говорит, что дело слишком странное, и он скоро прибудет в Готэм. На что Бэтмен отвечает, хорошо Брюс, жду тебя. Параллельно с этим, немного восстановившийся Кларк возвращается домой, но никого не обнаруживает. Тут телевизор загорается, и в нем видно связанных Лоис и маму Супермена, которые просят о помощи. И в конце ролика виден адрес. Кларк подлетает туда, и это оказывается крыша одного из зданий, и там он встречает Лекса Лютера. Супермен был готов сжечь его, но Лекс останавливает его тем, что как только он это сделает, все его близкие умрут. Поэтому требует от Супермена встать покорно на колени. Кларк спрашивает, зачем Лекс все это делает, на что тот все рассказывает. Лютеру нужна кровь Супермена, чтобы сделать армию таких сверхлюдей и править миром, но не с помощью кровопролития, а чтобы обеспечить мир во всем мире, такой мир, который будет таким, каким хочет он. Где все будут благодарить его, молиться ему, на что Кларк называет его безумцем, но Лютер его перебивает и говорит, разве безумец смог бы организовать этот почти идеальный план? Все СМИ говорят про Бэтмена и Супермена, раскрывая их с ужасных пугающих сторон. И самое простое это было подставить Бэтмена. Пришлось всего лишь потратиться на парочку заключенных, и они сделают все, что ты хочешь. Но Лютер жалуется, что Бэтмен испортил весь этот план, ведь он не смог выполнить такую простую миссию, даже с подарком в виде криптонита. Поэтому сейчас Лютеру пришлось принять эти кардинальные меры и похитить родных. Он просит кровь Супермена, а в обмен тот получит Лойс и маму обратно. Кларк соглашается на это, и после того, как кровь передали Лютеру, он уходит и рассказывает, где находятся близкие Супермена, и он забирает их оттуда и улетает с ними в Готэм. Он с ними приходит в Бэтпещеру, где рассказывает Бэтмену всю правду про Лекса и просит помощи у него. Ошарашенный происходящим, темный рыцарь склоняет голову и говорит, что настоящий Бэтмен не допустил бы этого. Кларк не понимает, про что он, и Бэтмен решает всё рассказать. На самом деле его зовут Слайд Вилсон, и раньше он был Девстроуком, наёмным убийцей, психопатом из вещества, которое делало его сверхсильным, но также уничтожало мозг. И однажды Бэтмен стал его заказом, и после их встречи Бэтмен помог Слайду прийти в себя, очистить мозг, встать на правильный путь, но это было не единственное. После того, как Бэтмен ушёл на покой, он помог Слайду найти сына, и теперь он здесь выполняет просьбу человека, который помог ему, он охраняет его любимый город. И сейчас Слайд боится, боится, что он сделал всё только хуже, как и всегда. Как бы он ни хотел, он не мог стать таким же символом для этого города, каким был его товарищ. На что Супермен отвечает, что сейчас именно тот момент, когда он действительно может продолжить дело Бэтмена, бороться за то, за что боролся он, и если не сейчас, то потом будет уже слишком поздно. В этот момент их разговор перебивает срочные новости, в которых показывают, что на улице города Метрополиса появилось неизвестное существо, которое никто не может остановить. Слайд и Кларк жмут руки и отправляются в город, второй оставляет Лоис и маму в пещере, с чем Лоис яро не согласна. Наступает время финальной битвы, где Супермен и Девстровок дерутся с Думсдеем. По итогу этой битвы Слайд лишается одного глаза, а Криптонит ценой своей жизни убивает этого монстра, и во время его последнего крика мы видим, как погода вокруг начинает меняться, бушуют волны, тучи сгущаются и начинают бить молнии повсюду. Сцена заканчивается тем, как плачущая Лоис, сбежавшая из пещеры, держит тело умершего Кларка. Фильм заканчивается сценой похорон Супермена. После церемонии, когда все разошлись, у могилы стоит Слайд с повязкой на глазу, и к нему подходит Брюс Уэйн в исполнении Кристиана Бэйла и говорит, «Я опоздал». На что Слайд отвечает, «Я тоже». Это переносит нас в следующий фильм, «Бэтмен и Девстроук. Кровь сыновей». Фильм покажет нам две временные линии. Первая, где Брюс на отдыхе, и к нему приходит Слайд попросить помощи. Уилсон, после того, как пришел в себя, давно не видел своего сына Джосефа. Он неизвестно, куда пропал. Но недавно он узнал, что он все-таки продолжил дело отца и стал военным. На очередной миссии, против какой-то опасной группировки, он исчез, и никто не знает, где он. Он уговаривает Брюса, как влиятельного человека в прошлом, помочь отыскать его, и они вместе начинают его поиски. Вторая сюжетная линия повествует о недавнем прошлом. Слайд Уилсон прибывает в Готэм и начинает работать вместе с Робином. Слайд слишком пристально начинает следить за напарником. На этой почте у них конфликт. Уилсон пытается отгородить молодого Робина от опасности, но Джейсон Тодд считает себя главным, ведь он уже несколько лет следит за порядком в городе, а Слайд пришел только недавно. Но их споры придется отложить, ведь в городе появляется какой-то психопат, который поглощает город в хаос. Тем временем, в прошлом Брюс и Слайд узнают у военных, что Джосеф охотился на одну из самых опасных группировок современности – банда Deathstroke'ов. Брюс задается вопросом, неужели Слайд был не единственным представителем? Бывший Deathstroke рассказывает, что раньше их было целое подразделение, они работали на армию США, но тайно, чтобы никто не узнал, что эта армия вторгается в чужие страны. И в одно из таких заданий они приехали в Ирак, где разрабатывали какое-то вещество, которое можно делать из обычного человека-суперсолдата. Миссия шла как по маслу, они нашли лабораторию, ликвидировали все цели, забрали вещество, но на выходе их ждала целая армия. Они оказались западнее, и Слайда сильно ранили. Он решил вколоть в себя эту сыворотку, и эффект был незамедлительным, он стал быстрее, сильнее, и смог спасти команду. Вернувшись домой, его стали использовать как просто машину для убийств, отправляли на операции любой сложности, на которых он легко достигал цели. Как говорит Слайд, Джозеф не должен был знать, кто на самом деле его отец. Все это началось, когда ему было лет 10. Для него он оставался пилотом армии США. Но все это закончилось в тот момент, когда на службу заступил его сын. Военные решили провести эксперименты и из крови Девстроука сделать целую армию, и тогда начали появляться голоса в голове, которые говорили, что они враги, и от них нужно бежать. Правда, Слайд не уверен, что этих голосов не было раньше. Он пытался просто сбежать, ничего не говоря сыну, но группа Девстроуков нашла его, и в этот момент пелена закрыла глаза окончательно, а голоса в голове стали только громче, и Слайд истребил каждого своего товарища. После этого он и пропал из жизни сына. Выслушав, Брюс выдвигает мысль, что та команда осталась жива, и теперь учиняет порядок по-своему, и их придется остановить, только вместе, и спасти сына. Тем временем, в Готэме происходит ограбление одной лаборатории, Ace Chemicals. Туда приходят Робин и Девстроук, и видят человека в фиолетовом пиджаке, и зелеными волосами. Робин поражен увиденным, а Слайд не понимает, что здесь происходит. И неожиданно раздается смех этого безумца, он оборачивается, и приветствует наших гостей. Робин спрашивает, кто этот бандит, на что получает ответ, Джокер. Его играет Жарет Лето. Робин не верит ушам, ведь Джокер давно мертв. На что слышит, неужели этот безумец не похож на него? Те же волосы, белое лицо, такая же одежда. Джейсон только ухмеляется, и называет его копиркой. И тут Джокер сходит с ума, начинает кричать, чтобы его не называли копиркой, а называли реинкарнацией. Крик перетекает в истеричный смех, но, видя на лице героев их недопонимание, говорит, что с ними слишком скучно. И в этот момент двух героев окружают десятки вооруженных бандитов. К тому моменту, пока они отбились, Джокер пропал. Возвращаясь в Бэт-пещеру, они понимают, что Джокер украл устройство, способное распылить по городу яд. Робин приходит к выводу, что этот психопат Джокер собирается уничтожить город. Увидев странную реакцию у Слейда, Джейсон спрашивает, что случилось, и Слейд говорит, что у него уже была встреча с психопатом, хотевшим уничтожить город. Мы возвращаемся в прошлое, где Брюс и Слейд нашли базу Deathstroke'ов. Слейд просит Брюса не вмешиваться, и он в одиночку отправляется туда. Прорезав себе путь, Слейд узнает, что лидером группировки Deathstroke'ов оказался его сын. Джозеф рассказывает отцу, что еще в детстве видел, как тот убил человека. Потом, после пропажа Слейда, он нарыл всю правду на него. И тогда он понял, что мир полон лжи, зачем бороться за мир, где отцы врут своим детям, правительство обманывает людей, ведь можно его перезапустить. Мир, где никому не придется врать. Он просит отца вступить к нему, ведь он здесь легенда, а самый невероятный и могущественный Deathstroke. Слейд соглашается, чтобы узнать планы сына, и оказывается, его целью становится Готэм. Он хочет захватить город и установить свои порядки. Слейд все это рассказывает Брюсу, и они понимают, что это надо остановить. Уэйн спрашивает, что Уилсон хочет делать со своим сыном, на что получает ответ, что Слейд больше не видит в Джозефе своего сына, он стал монстром, тем, от кого пытался его спрятать, но все напрасно. Это вина Уилсона, что такое происходит. На это Брюс отвечает, что Джозеф это все тот же сын, с которым был Слейд тогда, и он сможет до него достучаться, и он должен это попробовать сделать. Брюс и Слейд одевают костюмы и отправляются на базу. По приходу туда их встречает толпа Девстроуков, а Джозеф, смеясь, говорит, что Слейд слишком предсказуем и натравливает на них свою группировку. Брюс остается драться с ними, а Слейд отправляет поговорить с сыном. Оставшись с сыном наедине, Слейд произносит трогательную речь, на что слышит только смех. Джозеф объясняет, что Слейд потерял своего сына давным-давно, и ничего уже не вернуть. Он думал, что встретится с великим Девстроуком, а перед ним слабый нытик. Начинается сражение между ними, по итогу которого Слейд убивает своего сына. Бэтмен приходит в тот момент, когда плачущий Девстроук держит тело своего сына. Затем сцена, где Брюс и Слейд стоят у импровизированной могилы Джозефа. Там Уилсон говорит Уэйну, что он думал, что монстр это его сын, но он осознал, что ему не спрятаться от своего прошлого. Ко всему, к чему он прикоснулся, превратилось только в смерть и разрушение, и ему никогда не искупить это. На что Брюс отвечает, что Слейд сильный человек, и не должно быть так, чтобы его прошлое определяло его будущее, и предлагает ему искупить свои грехи, став героем, отправиться в Готэм и помочь ему, став новым Бэтменом. Слейд не верит своим ушам, он не может принять на себя такую ответственность, он слишком боится подвести этот город, на что Брюс говорит, что видит в нем героя, и он никогда не разочаруется в своем выборе. Мы переносимся обратно в Бэтпещеру, где эту историю рассказывал Слейд Джейсону. После такой открытости, Робин понимает переживания за него от Слейда, и рассказывает свою историю, про его настоящую семью, которая погибла во время выступления в цирке, из-за нападения какого-то большого аллигатора. Его приютила семья Блейков, но с тех пор Джейсон всегда хотел защищать мирных граждан. По итогу этих разговоров, они сближаются. Некоторое время спустя, после очередной охоты, они возвращаются в Бэтпещеру. Слейд уходит спать, а Робин остается за компьютером. Тут приходит уведомление, что в городе был замечен Джокер, Робин не будет Слейда, и отправляется в одиночку. На следующее утро, Слейд просыпается, и не может найти Робина, а он спускается в Бэтпещеру, видит уведомление о Джокере, и понимает, что Робин ушел один. И тут на экране начинают всплывать прямые эфиры телеканала, в которых идет ролик о Джокере, в котором он показывает связанного избитого Робина, и говорит, что у Бэтмена есть время до 17 вечера найти его, иначе Робин умрет. Времени остается 4 часа, а Джокер начинает раскидывать различные подсказки Бэтмену, но они приводят его постоянно не туда. Напряжение возрастает, когда до 5, остается полчаса. Бэтмен получает последнюю подсказку от Джокера, но времени сомневаться в ней нет. По этой подсказке Слэйд вычисляет, что Робин находится в складу за Готтэмом. Он мчится туда, и почти добежав до склада, происходит взрыв. Слэйд врывается в горящее здание и находит обгоревшее тело Джейсона. Он его обнимает, и по его щекам скатываются слезы. Фильм заканчивается сценой, где одинокий Слэйд Уилсон вэтпещере смотрит на костюм Робина, а на заднем фоне идет репортаж из Метрополиса про разрушение от битвы Супермена и Зода. В сцене после титров нам показывают Бэтмена Кристиана Бэйла, которая разговаривает с Аманда Уоллером про Харли Квинн и как она связана с Джокером. Ну что, ребят, это была первая часть первой главы моей киновселенной DC. Поставьте лайк и напишите в комментариях, если вам это интересно. В дальнейшем вас ждут еще пять фильмов «Одряд самоубийц. Миссия Джокер», «Флэш», «Аквамен», «Чудо-женщина» и «Лига Справедливости». Ролик по сценарию получился очень сложным, надеюсь, вам понравилось и стало интересно, поэтому поставьте лайк, подпишитесь на канал и дайте свое мнение в комментариях, чтобы я знал, нужно ли делать продолжение. А так, всем спасибо за просмотр, увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok